здрасте дорогие друзья вам сейчас вот расскажу как я мучился вот как я мучился и откуда взялся вообще этот рецепт однажды имея там картошку небольшого размера привезли мне с фермой и я такой думаю чуть не делать жарить на сковородке это долго это же нужно все время там ее переворачивать так далее я включил духовку думаю запеку в духовке хотел фольге потом фольги не оказалось такой думаю ё-моё что-то все не как бы неудачно открываю духовку и обнаруживаю что в духовке стоит казанок чугунные у меня а так как я духовку уже включил казанок нагрелся я такой ё-моё это же нужно его оттуда доставать это нужно чтобы не обжечься взять вот эту штуку потом доску на пол не поставишь без доски а доску на пол не поставишь уже нельзя на столе место будет занимать мне нужно что-то здесь делать короче мучился мучился в итоге решил что не буду я вытаскивать казан правлю туда картошку прям так прям в нагретый казан внутрь все без масла без ничего я но белые картошки я взял для того чтобы показать вам что получается я картошку отмыл щеточкой водой но не чистил от кожуры картошка пока что молодая кожура не дубовая а эта картошка фиолетовая она просто у меня есть небольшом количестве не могу сказать что в избытке но пакет приличный там килограмм пять с фермы мне привезли я-то ее тоже должен как-то использовать поэтому вот эта картошку я запекаю для себя а вот эту для того чтобы вам показать все берем в раскаленную разогретую печь отправляем картошку туда закрываем температура у меня высокая печь работает вверх-вниз нагревает примерно час это все дело как бы занимает понятно что это долго но вот этот час вас эта картошка вообще никаким образом не отвлекать но знаете через полчасика вот она там как бы правильно сказать она вот казану где-то прикасается сама картошка вот так через полчасика нужно перевернуть другой стороной чтобы прикасалась и также оставить все час вы занимаетесь своим делом я сейчас сделаю отличный простой вкусный соус к этой картошке но потому что просто картошку как бы и ну что просто картошку тоже можно есть но там же нет ни соли ничего окне а к требует соус сковородочка 4 полоски там или пять или шесть или две там сколько хотите сырокопченый сырокопченый не вареный копченый сырокопченый бекон сразу же вот так так ночью из сушеного перчика у меня здесь вот остатки есть халапеньо я на добавлю чуть-чуть этот кожицу срезал с краешку чтобы там в одно блюдо добавить так значит смотрите остатки сметаны в баночке у меня есть его не и немного здесь сметаны этой бекон жарится укроп рубится стебелечки мусор а это все аккуратно мелко мелко аккуратно аккуратно это я про соус картошки да вы поняли уже все на глаз а вернее на вкус аллея что жарится еще жаримся так мощно перевернуть цели и задачи бекончик нужно высушить поменьше огонек пусть вытапливается перчик халапеньо тут чуть-чуть остатки ну знаете так для я не знаю даже как это какой-то шутку надо такой прикольным в голове не приходит типа как это что такое вот этот халапеньо до настоящий выращенный приходит в голову только кусочек унитазного счастья ну то есть когда ты вспоминаешь про него сидя на унитазе типа ёшкин кот зачем я его ел хотя в сметану даже молочный продукт это же единственное что гасит капсаицин молочный продукт никакое пиво смотрел сегодня видеоролик чего пивом запивал каролину рипер сожрал целую так сидит нормально все потом такой давай пивом запивать ребята раз и навсегда запомните капсаицин реагирует только с молочным продуктом с молоком больше не с пивом не с водкой не с каким холодной водой не ва вообще ни с чем не я не вступает в реакцию только молочный продукт тарелочку сюда мы сюда бекон выкладываем пусть бекончик пока сохнет пусть сохнет значит помимо бекончика вот это то что осталось сковородке сюда добавляем опа все это перемешиваем уже пахнет укропом сюда кстати можно добавить огурчик порубить кубиком сюда тоже будет неплохо кстати так лишь личный лишний перчик видите хрустит вот такой должен быть сушеный бекончик можно вообще так вот нажарить его на салфеточках накрыть оставить на окне там на утро у вас он высохнет вообще будет чистый хруст чистый при чистый хрустящий бекон который можно посыпать хот-доги который можно посыпать кашу очень часто подходит знаете кем кому вернее вот у кого например родственники там жена муж или с кем вы живете бывает девочки там на диете сидят да а вы как мужчина круто готовить его все время девочкам раз чего-нибудь диетическое себе такой о у меня есть бекончик и подсыпаете себе этот бекончик можно хранить в банке салфеточкой банку услали чтобы она жир и влагу всякую впитывала и все и туда бекон насыпали добавляйте его куда хотите потом главное чтобы он был хрустящим потому что если будет в нем влага и вот это вот это вот мясо такое свежее да он может грибочек на нем может образоваться в сухом беконе вообще ничего там не образуется хотя там же есть и нитритка которую как бы нельзя конечно жарить но что мы без жареного бекона никуда вся америка на этом живет вот получился вот такой соус кто любит соль добавляйте сюда соль бекон один не вытягивает но соль в принципе есть но не до соленая получается это же тот самый горлодер тот самый горлодер который у меня на канале уже вышел какое-то время назад я же его оставил часть там раздал команде а часть оставил себе чтобы посмотреть как он стоит ничего ли не киснет ничего не пузырится ничего не пузырится супер прошло сколько времени ароматика немножко ушла но она конечно будет уходить тут как ни крути первозданная ароматика здесь не ждите но честно признаюсь первый день мне вообще как бы жена не дала попробовать я хотел на ночь наесть горлодер она говорит завтра лететь но вернее ночью нам рано-рано утром или поздно вечером надо было вылетать в кемерово и мы она говорит не вздумай короче не дала мне то сейчас пока она там занята я как раз вот два соуса картошка горлодер обязательно и вот такая вот сметанно-беконный соус достаю быстренько честно признаюсь картофан простоял чуть больше часа час двадцать где-то потому что пока туда-сюда пока хорошо что и в этом халате вон что произошло с фиолетовой картошкой с моей ее она рванула не дай бог еще ронет какая-нибудь надеюсь никакая больше не рванет но кухня немножко в картошке правда не видно куда она улетела на подоконник что ли да на подоконник она вверхом пошла так вылавливаем нормально все вкусно печеная картошка просто печеная здесь что-то не выдержала душа фиолетовая и рванула горлодер чекам раз ароматика ушла а в нос бьет по-настоящему о горячая картошка с ядреным горлодером это шикарно шикарно так вот картошку теперь со сметанкой так раз ребята это божественно вот этот со супер с беконом почему на съемках я всегда на два замка дверь закрываю потому что соседи приходится забирают просто потом приходится еще три раза готовить поэтому бекон конечно правит миром а когда картошка и бекон они правят всем миром твоем приятного аппетита очень все сказочно вкусно и попробуйте правда вот это картошка сам по себе вот она потом подсыхает вообще она просто эта концентрация картофельного вкуса и и и русская мечта несмотря на то что она к нам приехала с европы приятного аппетита